Опа! Ребята, всем привет! Вы на канале В поиске Клара с Серегой и Димонович. Серега сегодня проспал, договорились в 6 часов ехать, а Сережа проспал. Дима недоволен очень сильно, потому что ждал меня полчаса. Ну ладно, ничего страшного. Поехали. Ребята только приехали, только приехали, только расчехлились, начали ходить. Вторая находка, второй копок, монета, империя. Вижу, что империя. Вон Дима копает, у меня находочка, монетка. А, это знаешь, что Дима? Это самые 5 феников, первая мировая. Да, 5 феников, первая мировая война, Сережа думал, империя. Попалась какая-то, типа что-то с запонки, со стеклышком, по-моему серебро. Вроде похоже на серебро, а может и не серебро, может и медь. Дима тоже что-то нашел хорошего. Да, 10 центов, да? Ну да, похоже, как бы 10 центов летовских. Оказалось, 1 цент старый, 1936 года. Просто, слушай, такой впаденький красивый вообще. Да, они очень красиво сохраняются, просто обалденно. Как все видно, блин, смотрю, как будто из постанка только вышел. Обалденно. Молодец, Дима? Ого, блин. Красавчик. На ходу, смотри. Ой, ну что такое? Пуговица, блин. И тут и монету нашел. Шайва. Ну да. Лысая абсолютно. Это деньга, деньга. Лысая? 100 пудов деньга, 100%. С глубины хрен знает какой. Да, деньга, деньга. По толщине и по размеру сразу 100%. Мне начинает это место нравиться? Не, ну нормально, конечно, место. Что оно будет? Деревня здоровая стояла такая. Ну что, ребята, похоже у нас Первая империя. Очень похоже на то. Смотрим, что за монета. Две копейки 1890 года. Вроде так. А не, 99 год. 1899. 899. Николай Второй. Сережа доволен, начало положено. Нормально. Процесс пошел. Дима нашел такую красивую вещичку. Старую. То ли накладка на замок, то ли конинка. Ну что такое? Старая и красивая рыбка. Дима сказал, что это рыбка. Рыбка, рыбка, где твоя улыбка? Нет, я пойду. Дима говорит, не ходи, а я пойду. 5 фенингов, это хорошо. 10. Да, 10 фенингов. Немецкая монета. Красивенькая, сохраняя. Подумал, что железяка. Со свастикой. Как положено. Дима начинает меня пережать по монетам. Копали тут ребята. Думали, наверное, что клад. А тут огромный просто кусок железа. Не знаю, что это такое. Может, это трак от гусеницы. Непонятно, что это такое есть. Ну, что-то очень-очень большое. Его находит в глубину, видно. Не сказал бы, что там сильный сигнал такой. Даже не шевелится. Бесполезно там, капитально. Офигеть можно. Что это за байда такая. Вот такая вот попалась мне. Красивая. Просто удивительно красивая конинка. Причем целая. Вот видны два ушка у нее целеньких. И крестик посередине. Для красоты сделан. Такая вещь крепилась на лошадиную упряжь. Для красоты, ребята. Кто не знает. Классная штучка. Берем, конечно, берем. Где там Дима потерялся? Где-то тоже копает. Роется. Дима, Дима, надо разоружить. Дима! Дима говорит, нашел целую свалку патронов. А я вот нашел накрутку. А я нашел накруточку на эту, на лампу. О, нифига себе. Обалдеть. Мострики. А вот какой-нибудь. Целая куча. Интересно. Узнаем. Так может был этот самый порт. 15-й год, судя по всему. С первой мировой. О, смотри, с надписями на нее. А, это самая? Да, да, да. Лампа. От керосинки. Такой сигнал, пожалуйста. Похоже, немецкая. Гора патронов. Три обоим. Не гора? Две. Раз, два, три. Бумага между ними. А, ну да, да, да. Доставки бумаги были. Ну, в чем-то они лежали, да? Да. Шел-шел боец и не донес. И не донес. В одном из выпусков я место уже показывал. Дима, не помнишь? Помнишь? С Витьком вы были? Да, с Витьком мы здесь были. О, кровать валяет. Советская. Дима нашел скифский меч. Или древнегреческий, не знаю. Мы пока еще не разбираемся, но будем выяснять, что такое очень старое, древнее. Да нет, это какое-то орудие труда надевалось на палку. Видно. И что-то тыкалось. Но выглядит как меч старинный. Прикольно. Так, друзья, попалась мне очередная канинка. Довольно-таки такая красивая, но целая тоже, целая, с ушками, все дела. Где-то на той стороне Дима ходит. Я вот с одной стороны этого дома, а Дима с другой стороны. Нифига, сколько здесь бутылок валяется. Обалдеть. Вот, наверное, алкоголики тоже жили. Алкоголики. Ой-ой-ой-ой. Сколько пузырей. Целая куча, ребята. Просто целая куча советской посуды. Офигеть. Дива, сколько бутылок здесь трындец. Офигеть можно. Дима нашел монету, 5 копеек. Посмотреть, сколько здесь бутылок. Обалдеть можно. Сколько здесь бутылок. О, целое колесо можно собрать. А я конину, смотри. А я вот. Конина. О, вторая мне. О, Дима Молочага. Такие хорошенькие, чистенькие. 52-й год. 1952-й год. 5 копеек. Дима нашел. Вот, смотри, какой пупырик. Ага. Точно, лекарств. И таблетки, и таблетки. А такой вот, по-моему. Чего это? Не знаю. Что ж у нас? Ну. Странный дом такой. Ну что, побегаем, наверное, или пойдем? Да, походим чуть-чуть. Давай. Монеты есть. Да-да-да, есть. Находки есть. Алюминиевая, да? Побег, кто-то, блядь. Будет никто не знает, даже вор. Блин, целенькая такая. А я нашел тоже крышку. Такую вот, крышку. У кого-то тут с сердцем проблемы были. Вот, Дима нашел стакан. Эмалированный. Какой-то ЗМЗ. А, ручка была? Поломанная ручка. Ну да, ручка ломанная. ЗМЗ. Московский завод. Минский завод. У меня пуговка. Пуговка. Первая мировая война, немецкая. С короной. Повел я Диму через дебри на еще одну заброшенную деревню. Думаю, что дошли. По крайней мере, какой-то фундамент тут есть. Вон печка была, видно сразу. Но дом большой был. Тут даже вон ступеньки, блин. Все как положено, цивильно. Кирпичи какие-то кривые. Да, Дима вот расческу нашел. Сигнал был просто отличный. Сигнал был этот самый. Пластмассовый. Сигнал пластмассы. Сколько там копеек? 10 копеек? 19. 19 копеек цена. Так, на новом месте. Первая находка. Такая нормальная. Кулончик католический. Это какие-нибудь. Начало 20 века. Еще видно при Советском Союзе здесь. Люди жили при Советском Союзе. И поэтому мусора достаточно много, много. Так, монета. Монета, монета. Выпала монета. Не знаем еще какая. Но монета. Нет. Поздний совет, е-мое. 3 копейки. 87 что ли, 84. Ай-яй-яй-яй-яй. А такая надежда была на хорошую монетку. Но Советики тоже находка. Как-никак монета. Дима, я по золочену нашел. Была. Золоченая. Да, точно была по золочену. Как же красивая. Обалдеть. Да, старая пуговица Орлянка. Российская империя. Двуглавый орел. Пуговка, к сожалению. Тю-тю. Отломана. Но все равно знак то, что здесь все-таки. Старина должна подать. Ну блин, да, на Шуберт это есть в картах. По-любому должно быть. Советский мусор, конечно, сбивается. Ну что, что сделать. О, ложечка. Нифига себе. Да. Чем-то покрыта была. То ли посеребренная, скорее всего. Посеребренная, да. Старая медная ложка. Это старая. Медная посеребренная. Попали по адресу. Мы попали вообще капитально. Сейчас монеты попрут. Хотелось бы верить. Дима за мной пошел. После меня. Фикс. Поехали. Образок. Я пропустил, да? Наверное. Маленькая пуговичка. И пять копеек. Пять копеек. Лошадиное удило попалось. Нашли с Димой еще один дом какой-то. Или сарай, или дом. Какой высокий фундамент. Офигеть можно. Похоже, что сарай был. Да, сарай. Вот это сарай точно. Где-то должен был дом стоять. В любом случае. Дерево там стоит здоровое. Огромное дерево. Просто здоровое. Ну, по войне знает, кто-то идет. На каблук одевалась. Ты думаешь, что это не слышишь вообще? А? Не лыжи какие-нибудь? Не, не, не. Военные, по-моему. Военные, да? Ледоходы. Первый мировой, короче, по льду ходить. Ледоходы. Скорее всего. Прикольная штука. На каблук. На каблук. Вот сюда его. Да, да, да. Такой размер, конечно, у меня уже. На каблук. Не военный. И пошел. Лямка он, да. Это есть все? Да. Застегнулся и пошел. О, я все возьму. Забирай, конечно же. Градитет. Не каждый день такой попадается. Похоже, кусочек серебра. Очень похоже. Дима копает два раза больше. Дима копает два раза больше. Дима копает два раза больше. Не нахожу. Чего тут нету, да? Что-то хлама. Посмотрим по хорошим. Типа находкам. Сколько у меня? У меня три монеты, по-моему. Раз, два. Да, у меня три. Дима... Ого! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять штук. У меня три, у тебя девять. Я офигею. У тебя в три раза больше. Это как так, Дима? Ты мне объясни. Да, у меня зато две конины. Зато две конины. Две конины красивые, да. На сегодня все, друзья. Вы были на канале в поиске кладов. Пока. Пока. С Серегой. С Серегой. И с Серегой, и с Димоном. И все нормально.